всем привет вы на канале в процессе и отныне здесь мы рассказываем вам не только про бизнес чужой и производства но и рассказываем теперь про свой собственный бизнес который мы запускаем и это наш второй еженедельный отчет ребята поехали то мы и что за бизнес мы будем делать это юра юра управляющий рестораном с большим опытом мы будем делать общий пит это будет стритфуд на футраке огромное количество времени потрачено на финансовую модель сумма вложения которое нам необходимо 2 миллиона рублей сегодня нам предстоит вам рассказать о той кухне которую мы выбрали то есть что мы конкретно будем готовить на футраке мы покажем вам картинку рендеры нашего бренда как нам его отрисовали и покажем и расскажем какой именно футрак мы выбрали и собственно почему работу над проектом мы начали уже достаточно давно то есть прошло порядка шести месяцев было уже довольно много всего сделано во-первых очень правильно было сразу определиться с выбором системы коммуникации это часто упускается мы стараемся даже самые маленькие темы вести в письменном виде мы остановились пока на трелло возможно когда вы вырастим будет более серьезная система серия мы так далее мы определились с костяком нашей будущей управляющей компании мы не стесняемся уже об этом говорить это мы друг с другом определились и не стесняются друг друг с другом об этом говорить да ну если перемещаться физически настоящее время то нас становится уже больше мы уже обрастаем и маркетингом и теми людьми которые помогают нам с кухней наши уже на самом деле наш первый выпуск имел очень классный эффект потому что посмотрел его один наш хороший знакомый который работает в одной очень известной крупной сети и предложил свою помощь и предложил участие в этом проекте и дочь круто да то есть тема открытых действий информирования открытого бизнеса дает свои результаты как же все было изначально я просто хочу этот момент отметить он очень будет важным для всех кто начинает мы с проектом который еще не сделан до конца не описан еще не было приготовлен ни одного блюда мы уже начали искать инвестора на тот момент благо что нашли но в течение работы стало понятно что очень сложно человеку предлагать продавать то чего еще нет и поэтому было принято решение сначала создать продукт а потом уже предлагать чтобы было больше ответов соответственно у человека который готов дать вам деньги было меньше вопросов и нам казалось что это риск это все еще доля риска остается вот но уверен что мы на верном пути с другой стороны если ты не готов рискнуть своими деньгами то почему ты имеешь право выбрать чужие деньги рисковать ими да и почему думают что тебя не найдут дальше мы определялись кухни были сделаны и опросы и разного рода анализа вычисления подведения средних было колоссальное количество споров с чего вообще начать и почему город заполнен шавермой и какого черта нам бы не просто не делать так же как все как многие до шаверма я не говорю что мы не будем делать возможно все еще возможно через полгода переклеим трак и все шаверма было все таки выбрана первая кухня я думаю пора сказать ничего страшного что мы хотим много кухонь разных брендов и мы уже параллельно ведем работу над следующими брендами хотя еще не запустили первый итак первая кухня наша это блины ребята мы будем делать блины это на самом деле ниша которая в стрит фуде сейчас на данный момент не сильно занята что в целом и нас тоже под подвигло на выбор конкретно блинов но сейчас уже конкретно в калининграде да и в принципе по россии ну во первых есть теремок да это это не просто федеральная сеть тоже международная сеть да но мы хотим делать блины несколько в ином формате спрос на них появляется появляются какие-то новые точки которые тоже делают их в несколько ином формате ну и плюс хороший футкост у этого продукта по пока да но начинаем играть с начинками и вкус все выше и выше очень хочется чего-то наиболее интересного яркого чтобы это вызывало крутые эмоции так вот человек первый раз пробует блин они офигенные ребята шаверма и все остальное просто в прошлом веке блинчики блинчики еще было очень вкусно ммм мяско там еще и мяско черт побери это знаете лучшая реклама что это не будет застревать зубах да это не шаверма это да мы определились получается с кухней и с концептом самого бренда то есть как он должен быть должен выглядеть изначально мы выдумали русского этого иммигранта честь него хотели назвать писателя дозвать или на самом деле основная идея была в том что у бренда должен быть какой-то персонаж какой-то герой который будет ассоциироваться с этим брендом которого можно размещать на стикер-парках я не знаю комиксы с ним делать что угодно чтобы было вот какое-то некое олицетворение чтобы бренд был живым таким образом и сначала мы хотели прийти к этому через какого-то человека персонажа но в итоге пришли несколько иным путем и покажем как он выглядит да да мы когда увидели это первый раз но мы прям мы прям кайфанули очень сильно ребята которые это делали это агентство бренд лифт огромнейший вообще респект очень талантливый на самом деле нарисовано название было придумано нами конкретно тобой она нам тоже очень зашло это собственно изначально была вот фамилия того самого писателя иммигранта блинской он должен был быть но в итоге он стал таким вот крутым медведем блинским стильным ребята напишите в комментах ну круто же ну круто же ну сто процентов уже мы кстати подали товарный знак на регистрацию так что он слишком классный наверное еще про идентику нужно чуть-чуть рассказать что блины ну типа там печь да это вот вроде как это что-то русское такое исконно русское но это все равно несколько под другой уже более современной призмой то есть это не не клюква да как как принято называть все вот это хохламу кокошники и все остальное это есть прослеживается в этом безусловно исконно русское каждый мозговой штурм с кем бы мы не начинали взаимодействовать по этому бренду сначала должна была выйти клюква начинали работать по этому бренду сначала шварценеггер там мы хулика не это должно было выйти на самом деле это очень тонкая грань чтобы не свалиться как раз таки вот в эту вот местами где-то даже пошлость до в плане идентики чтобы сделать это действительно стильно но вот с таким вот русским русским колоритом там персонал был начали в костюмах богатырей с этими вот шли мы капусту нужно было мечом рубить в общем наш персонал не будет говорить сударь если вы об этом хотели спросить про брендлив я бы отдельно еще проговорил потому что ну это не будет сильно вещь рекламы это просто конкретная оценка что абсолютно не знаю с первого шага как только мы переступили через порог офиса началась конкретная четко и очень быстрая работа ребята нас услышали сделали абсолютно верный выстрел до практически с первого раза ну были предложены варианты но вот мы влюблены в этот бренд я хочу все-таки амбициями поделиться почему блинский кремль медведи балалайка там тоже есть мы хотим экспортироваться мы хотим чтобы калининградский бренд сделаны калининградскими руками вышел за границы региона не только в россию но и напишите в комментах как скоро это случится ваше мнение да поэтому на самом деле там есть вот эта надпись то есть то в рашу черт побери она тоже не просто так чтобы ну для иностранцев это тоже классная история мне кажется сейчас много иностранцев приезжает в россию и конкретно в калининград и вот важный момент еще я думаю что не все даже уже опытные предприниматели об этом знают про молодых вообще отдельная история наверное как у нас началось сотрудничество с агентством бренд ли и с помощью чего мы сейчас делаем уже вот мы отрисовали один бренд и сейчас рисуем еще несколько у нас в разработке которые будут запускаться следом нам очень сильно помог центр мой бизнес ребята пусть это будет какой-то рекламой что-то еще но честно я был в шоке что ты можешь прийти в государственную организацию сказать что ты молодой талантливый предприниматель молодец у тебя есть классная идея но вот тебе нужна помощь и центр мой бизнес просто выделил нам деньги на создание такого бренд бука на каждый у нас ушло там порядка 130 тысяч им прям вот респект еще огромный ну то есть мы теперь обязаны пойти на экспорт потому что потому что это уже государственный проект потому что мы уже пообещали что ребят будет на экспорт найти денег в общем на самом деле ребята да если вы молодой предприниматель у вас есть какие-то идеи не хватает на это денег то может вы можете обратиться так бренд показали осталось трак мы выбрали компанию мобитрак еда на колесах это не единственная компания которая делает фут траки первое почему выбрали это визуальная картинка настолько гармоничная конструкция настолько она привлекает внимание ты не находишь каких-то геометрических наверное несоответствий это не вызывает такого дискомфорта насколько удобно установлено оборудование высота то о чем юра говорил в прошлом нашем выпуске про то что мы верим в силу бренда и в силу картинки вот этой вода то что она действительно может продавать в общем-то это и отражает отражают траки компании еда на колес потому что но они действительно классные действительно красиво исходя из того что мы стартап исходя из того что у нас немного денег мы выбрали самую бюджетную версию на нем даже нет колес это условно футрак внешне он выглядит как футрак но он он дал он такой же мобильный потому что он легкий и его можно перевозить просто на эвакуаторе то есть подъезжает манипулятор с рукой цепляет его ставит себя на кузов и куда-нибудь везет более подробно вы узнаете в следующем большом выпуске который выйдет на канале уже на следующей неделе он будет как раз таки про производство футрак во-первых наш футрак маленький во вторых по санитарным нормам мы не можем ввести полный цикл производства еды непосредственно футраке нам естественно понадобилась фабрика кухня я думаю тоже уже дальше расскажем как это было единственное что скажу это будет интересный пример как маленькие бизнесы могут помогать большим бизнесом и большие маленьким соответственно большие маленьким да особенно в такое непростое время если вы смотрите нас 2025 году то привет из 2020 у нас коронавирус а у вас то уже наверное нет ребята в следующем видео мы надеемся уже вам показать трак в калининграде разумеется мы покажем как мы едем его встречать в балтийск на таможню как он приезжает потом калининград где мы его устанавливаем наконец-то мы тоже вам раскроем то самое место это на самом деле очень классное место и у нас уже подписан договор в принципе мы можем рассказать но вы об этом узнаете в следующем видео много чего еще у нас с вами впереди ребята подписывайтесь делитесь рассказывайте задавайте вопросы мы с удовольствием будем на все на них отвечать создадим вместе этот классный продукт до встречи на канале